Так, значит, бич из США внестримово задонатил 210 рублей с текстом Макляка. В общем, мракобес у нас куда-то делся, куда-то, не знаю, пожух, получается, в последнее время. Ну, он, как говорится, он как вечный президент такой тоже у нас где-то будет всегда в наших сердцах, и ему, в общем-то, в любом случае привет и респект и так далее. Ну, ему на смену в качестве такого вот постоянного маклящего спонсора пришел бич из США. Который, ну, я еще не уверен, что бич из США будет рад, будет так же активно, допустим, дудонить макляку, если он будет по 15-20. Но вот, соответственно, по чирику он подкидывает, что очень здорово. Ну, по чирику за минуту я имею в виду, что очень здорово, спасибо и вся хуйня. Ну, соответственно, если все-таки я приму решение, что Маклауд, что чирик в минуту за Маклауда это пиздец мало, никуда не годится, и надо там либо 15, либо 20, я сниму об этом отдельное видео. Ну, пока, ладно, пока пусть будет чирик за минуту. Так можно сказать, в конце стрима ночью уже там доделывать, так сказать, долги доотдавать, чтобы стрим продолжался все равно. Можно и на макляке. Соответственно, ребятки, спасибо большое всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, подписывается на канал, на этот, на все на свете, читает описания, рассылки, хуилки и так далее, на все подписывается. Кто заходит на стримы, вам еще больше спасибо. Вы сами понимаете, ребята, именно ваш заход на стримы это то, ради чего вообще я веду YouTube деятельность. То есть, почему я вообще выкладываю видосы? Потому что я хочу пиарить таким образом свои стримы, и на самом деле, как бы, все делается в конечном итоге ради стримов. Но и стримы делаются в конечном итоге ради чего? Конечно, ради донатов. Вот, и, соответственно, я буду очень благодарен тем, кто, соответственно, не просто смотрит контент Моисея Великанова, а даже мелочными какими, 5, 10, 20, 20 тысяч рублей, кто, как говорится, подкидывает, поддерживает мою нелегкую ютюберскую жизнь. Это прям вот мое почтение. Я торжественно обещаю все задоначенное потратить на всякую хуйню. Вот. Это обещание, поверьте, я сдержу. Ну, собственно, ответы Моисею, лицензия, бесполезный труд, оплата труда. Ой, опять веселые споры. Ну что ж, снова всех дико тотально приветствуем. Сегодня мы немножко посмотрим Моисеяку, да, немножко, потому что тут час видоса, да, час видео. Ну, тут как раз последний мой видос смотрят. Вот. Но час я не буду смотреть, нет смысла вообще никакого. Но, в принципе, его мысль давно понятна уже. Вот. Я не знаю, что там можно выцеплять из контекста. Вот, кстати, да. К вопросу понятных мыслей. Маклауд, мне непонятна твоя мысль. То есть я что-то... Я не до конца понимаю, что ты хочешь. Типа, чего ты добиваешься, в конце концов. Ну, предположим, ты окажешься прав. И что просто? Я вот... Вот это я хотел узнать. Так, ну и что? Там, вырываю из контекста какие-то фразы. Да нет, ну, в принципе, его мысли недавно понятны. В принципе, это... Сформулируй я тогда. Ну, человек сам, вот, раболепием страдает, да, ну... А-а-а. За это там нужно платить, и за это... То есть в его принимании там 100 тысяч для какого-нибудь программиста, это много, наверное. Ну, 100 тысяч — это хорошие деньги, да. Много, да. Это много. Это большая зарплата, да. Большая зарплата. Ну, об этом позже, об этом позже, да. Ну, это не большая зарплата, но это очень достойно. 100 тысяч — это достойные деньги. И типа... Я думаю, что человеку, у которого никогда в жизни не было зарплаты 100 тысяч, не было дохода в месяц 100 тысяч, у тебя, может быть, было 100 тысяч на руках, но дохода в месяц 100 тысяч у тебя, я так понимаю, ты никогда не работал, мне кажется, даже за 50 месяц. Соответственно, ну, ты не можешь рассуждать о том, достойно это или нет, много это или мало, и типа, говорить, что это недостойно только потому, что, видите ли, блядь, в Пиндостане больше платят, это бред севые кобылы. Сотка — это прекрасное бабло, то есть на самом деле, если у тебя есть, ну вот я даже так скажу, если у тебя есть тысяча рублей в день, то есть это может быть, как бы, доход там может быть, он из 150 тысяч. Вопрос в том, на какие расходы еще. Я считаю, что если у тебя есть тысяча рублей в день, которую ты можешь по усмотрению своему тратить, то есть не так, что ты там, блядь, не знаю, тысячу петлот заработал, из них тысячу в день ты отдаешь за, блядь, за жилье, допустим, да, или кредиты какие-нибудь сраные. Вот, а вот если у тебя тысяча, именно вот то, что ты можешь, там, блядь, поесть в маке в каком-нибудь на нее, или сходить в кино, или сходить в кальян в какой-нибудь там, я не знаю. Вот, то есть чисто вот тут твое, да, что в доставку можешь заказать, хотя бы косарь в день, а если два, то это вообще пиздец охуенно. И это, ну, как бы, я не знаю, чуваки, я вот вам говорю про себя. Не знаю, какое раболепие, что он там мне, как бы, рассказывает, то есть я знаю, что на такие деньги я не смогу просто в, ни в какой, ни в Америке, ни, я думаю, ни в других европейских странах получить те же блага, и те же свободы, и те же, в общем, прелести жизни, которые у меня здесь есть. Я получу какие-то другие, но вряд ли за эти же деньги, и, ну, в общем, вряд ли все будет точно так же. Ну, как минимум здесь, вот здесь две штуки в день иметь свободных, это здорово. А это всего там, ну, как бы, даже, нет, косарь даже в день. То есть это 30 тысяч. Ну, плюс, как бы, зависит от того, сколько еще за жилье. То есть в моем случае у меня, к сожалению, ни в какой форме вообще нет жилья. То есть у меня есть знакомые, у которых там, не знаю, единственный ребенок в семье, и при этом там две квартиры у родителей, да. То есть все, просто у человека абсолютно нет проблем с жильем. Или, допустим, там, вот, не знаю, 10 бабушек все там либо умерли, либо вот вот умрут, блин. У Маклеки вот хотя бы комнату ему выделили, да. У меня, соответственно, у меня выбора нет, ребятки, да. То есть мне что-то надо, мне надо быть миллионером обязательно. Иначе, ну, просто, иначе никак. Вот, соответственно. Соответственно, соответственно. К чему я это все пиздил? Я уже забыл. Да, но все же, ну, вот, как бы, если проблема с жильем решена, я думаю, кто угодно согласится, что косарь заебись. И будет, это можно очень вкусно есть, это можно... А че еще надо для счастья? Мне надо только жевать, на самом деле. На концерты походить, я думаю, можно там подкопить на что-то, какие-то пиздатые приблуды себе покупать. А сотка тысяч это заебись вообще-то. Поговорим. Хотя, начать мне хотелось бы с конца. С конца. Я даже знаю, с чего. Ну, и лицензию он, кстати, не показал, он показал какую-то хуйню. Он показал не лицензию, то есть там, насчет охранника, а удостоверение и свидетельство какое-то. Где лицензия? Вот у человека все настолько через жопу, что он... У тебя все настолько через жопу, что вообще все абсолютно... Ты, блядь, показываешь хуйню верх ногами. Давно не понимает, что он просит. Лицензия. Лицензия охранника. Я даже вот сейчас погуглю. Мне даже вот интересно, как она должна выглядеть. Лицензия охранника. Вот давай посмотрим, как получить лицензию охранника. Ты показал, типа, удостоверение, как-то вот так вот помахал чем-то там, да? И этот самый... Какое-то свидетельство или еще какую-то хуйню. Вот, я вижу, допустим, что... Вот сейчас погуглив, я вижу, что удостоверение частного охранника это как бы по сути, типа, и есть лицензия. Может быть, так и есть. Хорошо. Понятно. Но ты-то про это не рассказал. Медицинское заключение об отсутствии противоказаний к владению оружием. Ебать. И у тебя оно есть? И плюс ты показал какие-то бумажки, по которым еще не видно. хуйня это, налеплено, не налеплено. Ну, короче, блядь, ты как обычно. Вот как ты... Ты как доказывал, что ты водку действительно выпил, и при этом ты за кадром это все делал. Вот точно то же самое и сейчас. Так что... Так что вот. Моисей, ну ты... Подскажи, может... Ну, ты же лучше знаешь все-таки. Что за лицензия-то? Какую еще лицензию тебе показать? Я не знаю, но... Так, лицензия охранника как выглядит? Ну, да-да-да. Какую еще лицензию? Как она выглядит-то хоть? Я просто в душе не... Ну, ты ее нормально покажи в кадр. Может, в 2020-м что-то изменилось, конечно. Так, лицензия. Это одно и то же. Окей. Вот это и надо было показать сразу. Не сейчас, а сразу. Не, ну это врет, это врет. Это врет. Вот это... Непонятно, кто пишет тоже, да? Окей. Это надо было показать сразу, блядь. И лицензию тоже надо было не помахать ей, где написана лицензия, а показать нормально в кадр, блядь. У тебя какой-то размазня вот такая вот хуя... Я просто не знаю, ну что за лицензию-то тебе надо? Ты объясни хоть. Я понять не могу, ну... Ну все, просто жестко уделал меня Маклауд. Просто разнес в нелепую требуху. Победил и вся хуйня. Какую лицензию он хочет? Ну вот удостоверение, да? Что, что, что? Какая-то другая лицензия должна быть еще? Еще какая-то... Вот, вот. Ну, блядь, я же не вижу ни хуя, ебать, Маклауд. Там ни хуя не видно, блядь. Вот я даже на нормальный экран сейчас это вынесу. У меня экран, блядь, в Full HD. Там какая-то бумажка, блядь, ссаная. Которая ты что-то залепил, какая-то, блядь, на скрепке. Там ничего не видно, что написано. Блядь, я тебе тоже могу зеленую хуйню показать какую-то и сказать, вот, блядь, моя... Вот, блядь, видишь, вот это, блядь, вот у меня... Причем не так, потому что у меня четко видно. Вот как-то, блядь, еще вот в нижнем углу вот так вот сделать, блядь, вот это вот, блядь, у меня здесь двойная вебка. Вот сука. Короче, ебать, но я же не вижу, че там. И не только я, никто, блядь, не видит, что там. Давайте попробуем даже, я не знаю, блядь, как его. Захват экрана 2. Вот, открываем на полную прям, да? Приближаем и так далее. То есть, нихуя не видно, блядь, что там вообще, блядь, такое. Ебать. И дело не в том, что у меня глаза какие-то, блядь, неправильные или плохие. Галлицин, я должна... Что там, блядь? Там размазанные буквы. Вот я пытаюсь поставить. Вот только большие буквы видно. Попов, Дмитрий Александрович, окей. Или Алексеевич, блядь, хуй прослышь. Какая-то печать. А как понять, что это? Вот, нормально. Вот, вот. Вот так покажи. И бумажку эту убери ссаную, блядь, закрепленную. Типа, то есть, мы смотрели, и там лицензия не так выглядит. Ты какой-то бумажкой загородил там фотографию или еще что-то, блядь. Там, не вижу, не вижу, что показывал. Вот, вот. Что такое заряд? Ну, что он как? Вот карточка. Вот, вот так. Блин, я не знаю. Нет, все-таки правильно он сделал почти. И сразу убрал. Вот все печати есть, да? Какая лицензия ему нужна? Ну, есть, значит, лицензия. Окей. Окей. Все, значит, Фархад, Мухаммадуллин насрал в штаны. Просто тотально слился, потому что у Макляки все-таки есть лицензия охранника. Мы думали, ее нет, а она ссыка. Есть. Поэтому у человека все через жопу, конечно же. Нет, у меня только вот эта хуйня. Причем мне-то вообще насрать. Есть она у тебя или нет? Ну, теперь знаю, что есть. Я не говорил, что у тебя ее нет. Нет, это к Фархаду вопрос. Мне как бы абсолютно похуй, есть она у тебя или нет. Просто от того, что она у тебя есть, ты точно не становишься лучше, умнее, богаче и, блядь, ну, прав ты тоже не становишься. Просто ну, получилось, да, что Фархад говорит, я даже думаю, у него нет лицензии. Или он сказал, я даже уверен, у него нет лицензии. Я не помню, что он сказал. Но я как бы адвокат не Фархада. Я больше Фредвакат, соответственно. Похуй. Он сам не знает, что просит. Ну, ладно, давайте дальше. Ну, я не знаю, что прошу. Я не знаю, как лицензия должна выглядеть. Это ты мне должен показать, как она выглядит, а не я, блядь, должен. Типа, я тебе тоже, может, скажу, что вообще-то есть у меня лицензия, там, я не знаю, блядь, звукорежиссера. Вот освежитель. И ты такой, и что, блядь, что значит? Я ебу, что за освежитель? Нет, ты не ебешь. Поэтому я должен тебе показать, что освежитель, там, это и есть лицензия или какая-то такая хуйня. Или, может быть, Фархад сейчас, вот пусть он отвечает, что он хотел, имея в виду лицензию. Так. Тем более просроченную. Так, дальше что? Да, кстати, хотелось бы отметить тоже, что я прошел конкурсный отбор на работу на почте. Круто. Прошел конкурсный отбор. Это вам не хухры-мухры, да? Сколько будут платить? Целый конкурсный отбор прошел. 100 тысяч, наверное, будут платить. И моя, моя персона, так сказать, подходит, да, устраивает. Вот. Так что да, я прошел конкурсный отбор. Но он прям похож на почтальона, реально. Поэтому не каждый день я прохожу конкурсный отбор, ну, значит, я, наверное, не даун, как бы, раз я конкурсный отбор прошел целый. Правильно же? Да. То есть не совсем даун, как он, как масяка пытается говорить. Вот, ну, ладно, давайте послушаем немножко тут. Грубо говоря. То есть, а сколько платить будет? Если, грубо говоря, просто дешевле человек там не почтальон Пэт, блин, у меня тут находится, или Печкин. Будет этим заниматься? Я не знаю, допустим, заниматься в гей-порно, это же не не сложно. Да я не знаю, я-то пошутил об этом, а вот сейчас я не понимаю, он серьезно это говорит? Ну, я говорю вполне серьезно, что это не сложно. Это, типа, не тяжело и не сложно, но за это много платят. Допустим, в гей-порно, ну, вот что ему первое в голову пришло, кто-то сказал. Ну, потому что это яркий пример. Ну, у нас это незаконно, чувак. У нас это незаконно. А, ну да, к сожалению, да, согласен. В России это незаконно. Ну, кто тебе мешает переехать в чудесную Америку и заняться этим там? Или в какую-нибудь соседнюю европейскую страну, думаю, в каких-нибудь можно это сделать? Гей-порно, Моисей, ну... И тебя только это останавливает, да? Какое тебе гей-порно, ну? Не, ну мне гей-порно не надо. Я его для примера привел. Ну, и не тяжело, но просто мало тех, кто готов этим заниматься. И, соответственно, я не знаю, как это устроено, но, по идее, если спрос на гей-порно очень большой, и если есть, скажем, тысяч... Скажи, ну, по секрету, давай между нами так, а ты бы пошел? Нет, конечно. Ну, если бы спрос был большой. Ну, он и есть большой, но я бы не пошел. То есть, я думаю, что на дрочке хуя на веб-камеру или на гей-порнухе стопудово можно нормальное бабло поднимать. Ну, я, как видишь, нет, не пошел. Ой, бля, клоунада просто какая-то, ну. А что клоунада-то, блядь? Ты что, еб-то, мысль, вот там была конкретная. Мысль была про то, что есть тяжелая работа, есть легкая работа, есть простая работа, есть сложная работа. И, по сути, все это хуйня. Потому что, блядь, самое главное, то есть, где больше всего платят, это ценная работа. То есть, где много спроса и где мало предложения, вот там большие бабки. То есть, условно сниматься в гей-порно это и легко, и просто. То есть, блядь, как... Ну, еще раз, есть тяжелая работа, например, грузчик. Тяжело, но это при этом просто. Да? То есть, она не сложная. Тяжелая, но не сложная. Есть наоборот, например, работа стримера. Она сложная, но она легкая. Я имею в виду, не легкая, она как бы... Нетрудная. Ну, блядь, я не знаю, как это описать. То есть, она... она не требует физических каких-то невероятных усилий. И вообще, сам процесс, он не сказать, что какой-то выматывающий. Да? Вот. Но она требует долгой подготовки заранее. Вот. То есть, и все это, по сути, хуйня. Потому что, еще раз, есть работы, которые даже, может быть, не требуют подготовки, которые и не тяжелые, и не сложные. Да? Но при этом, ну, блядь, я не знаю, просто кроме гей-порна, я не знаю, может быть, эксперименты, чтобы на тебе ставили какие-нибудь, да? Может быть... Ну, я просто... Честно, да, мне кроме как вот съемок в порно, причем неважно, телка ты, чувак, или там что-то такое, вот мне кроме этого в голову ничего такого не приходит. То есть, чем можно именно очень легко, легко вот так вот сходу заработать. Ну, то есть, ничего такого, наверное, нет. Ну, да, почку продать, предположим, вот то же самое, да? То есть, ну, ничего такого хорошего не вспоминается. Есть работы, ну, или есть деятельности, за которые можно легко, несложно, да, получить много баблища. Но прикол в том, что самое главное, это даже ценность вообще изначально. То есть, то, за что тебе бабло платят, это если ты какую-то пользу приносишь. Вот в чем была мысль. А ты ее проебал и услышал только про гей-порно. Ну, потому что ты гей-юга злостный. И ты из всей моей мысли захотел услышать только гей-порно. Это и называется вырвать из контекста. Это упомянуть только гей-порнуху, не не показывая весь контекст, всю мысль и ничего не отвечая на всю целиковую мысль. Гей? Ну, ладно, дальше. Как говорится, на что внимание обратил? Ну, собственно, тем, наверное, по той теме, наверное, вопросы и начинают возникать. что у нас все население, большая часть населения, это бедные и нищие. К сожалению. То есть у нас все заняты как-то херней, что ли? Тупой работой бесполезной? Да. В основном, да. В основном все заняты херней. То есть он с этим еще и согласился? Ну, конечно. Ой, блядь. Я не знаю, просто, что еще нужно вырывать из контекста? Ну, ничего не нужно, просто нужно привести пример, почему это не так. А что, опять вырвал из контекста вот эту, вот этот кусок, да? Я вырвал из контекста? Нет, ты не вырвал, но просто ты не обосновал. Ты ржешь, сидишь и все, я тоже могу вот долбоеб, заржал. Блядь, и что, что заржал? То есть, ну, да, в основном люди занимаются бесполезной хуйней. Обоснуй, если считаешь, что это не так. Так нет, он послушал мою мысль и так. Ужами похлопал и согласился, ебаный блюдо. Ну, люди в основном заняты хуйней, а что, блядь. Так, ну. Ой, блядь. Нет, ты поржал, ты молодец, и ты сейчас должен сказать, а вообще-то, на самом-то деле, люди заняты очень полезным делом, бла-бла-бла-бла-бла, и вот так вот просто по фактам доказал и показал. Но ты просто, блядь, как бы нассал сам себе в штаны, посмеялся, блядь, и сейчас будешь другую мысль комментировать. То есть я, он не будет сейчас аргументировать свой смех, я уверен. Бесполезной тупой работой. То есть хотя бы любой довод сказать, да, учителя тоже, или там, да, блядь, врачи тоже бесполезные хуйней заняты. Он ничего этого не говорит. Ну. Бесполезной тупой работой, я не понимаю. Блядь. Так. Какая работа полезна-то? Какая полезная работа есть? Очевидно, та, блядь, ну, хотя да, понятие пользы, оно очень относительное. Понятие пользы, оно спорное. Ценное. Есть вот то, что имеет ценность. Да, грубо говоря. Есть тот, есть даже так, вот скажем так, тот труд, который имеет ценность. То есть полезная, давай даже, давай даже, ну, пускай да, пускай будем ее называть полезной. Это та работа, где 10 рабочих мест и есть всего один человек. Есть всего один, который готов работать. Вот эта работа, она, ну, может, даже не обязательно полезная, но она ценная. Это ценная работа, и за нее, поэтому, хорошо платят. Бесполезная работа или неценный труд, да, то есть труд, который не может стоить дорого. Да, наверное, правильное понятие не польза, а все-таки ценность. Потому что польза, это спорное относительное понятие, а ценность, она вполне себе легко замеряется. Если есть 100 тысяч рабочих мест, и пусть даже это очень нужное что-то, например, блядь, учителя в школе, да, понятно, что в принципе они нужны. Или продавцы, блядь, в магазинах, типа, в ларьках. Конечно, они, блядь, нужны. Конечно, без них никак. Но если их 100 тысяч в стране, а тех, кто готов был бы работать на их месте, 200, блядь, тысяч, значит, сам труд, причем, если за него платят 20 тысяч, и все равно за 20 тысяч люди готовы работать, 200 тысяч человек. Значит, труд нихуя не стоит. И это без, ну, бесполезный, ну, да, наверное, бесполезный все-таки, потому что он не приносит пользы, во-первых, тому, кто работает, во-вторых, он не приносит значительной пользы обществу, миру и другим людям вообще в целом. То есть, никакая продавщица действительно значительного, значительной пользы общественности принести не может. Значительную пользу приносит тот, ну, скажем так, популярность продукта это показатель его значительной, если не пользы, то значительной ценности. Вот. Ну, и чаще всего пользы в том числе. То есть, понятно, что не всегда самый популярный продукт самый хороший, самое популярное, там, не знаю, то есть, самое популярное пиво не факт, что это самое вкусное пиво, да, но, предположим, само по себе пиво, да, производство пива это, допустим, допустим, что-то нужное. Вот. Или, не знаю, предположим, продажа пива там, где люди его хотят, но где его нет. Это полезное дело, да, из-за этого, как бы, если человек, например, если в городе просто негде купить пивка, и человек открывает первый во всем селе пивную, там, пивную, где, где попить пивка, там, с мужиками, и человек открывает первый в городе или первый на районе какой-нибудь пивнушку, да, там, ларечек, ну, не ларечек, как это, бар такой небольшой, то вот это полезный, ценный труд, за который он заслуженно будет получать хорошую прибыль. Грубо говоря, вот примерно так это работает. При том, что, может быть, даже он выполняет примитивный труд, типа, там, бармен, там, я не знаю, или какой-нибудь, ну, понимаете. Соответственно, там, где много спроса и мало предложения, вот там это ценно, это полезно, это здорово. Там, где все идут и я иду, это хуйня, это бесполезный труд. То есть, учителей хуева гора и, типа, им платят копеечную зарплату, а люди все равно идут обучаться на учителей в высшее заведение. Ну, блядь, тогда, сорян, получается 20 тысяч. К сожалению, так же и с врачами, да. То есть, блядь, нет дефицита, ну, я думаю, может быть, есть дефицит каких-то врачей, он может быть и есть, но, честно, мне кажется, что Россия не похожа на ту страну, которая страдает от дефицита именно вот кадров в плане там медицины. Ну, возможно, я ошибаюсь, возможно, я просто жестко сейчас ошибаюсь. Точно не страдает от дефицита кадров в плане охранников этих, блядь, каких-нибудь там грузчиков, таксистов. Вот дефицита кадров точно нет. Это просто однозначно. А судя по тому, что даже такому Бивису, как я, донатят, то есть, мне донатят, мне донатят хорошо, мне донатят так, что я могу жить только на YouTube, меня смотрят, меня уже уважают чуть ли не все вообще, не знаю, там, можно сказать, такие, ну, как, коллеги, да, там, в гитарном YouTube, в музыкальном, то есть, судя по всему этому, стримеров, и, как минимум, в гитарном YouTube, короче, в гитарном YouTube дефицит контента, это точно, то есть, люди хотят смотреть, но им нечего, и вообще, в YouTube, честно, вот, ну, лично я тоже вот такое ощущаю, то есть, я хочу смотреть что-то пиздатое, но ничего нет пиздатого, есть всякое говно, то есть, например, вот, Лебедев, Артемий, мне вот нравится его контент, и я думаю, что одна из причин его просто ошеломительного успеха и безумной скорости набора подписок, кроме того, что он уже изначально медийное известное лицо, ну, потому что не любое, не любое щачило вот так придет в YouTube и сразу хорошо пойдет, и даже если у него будет, там, ну, короче, прикол в том, что дефицит вот чего-то такого, то есть, люди хотят такое, вот, я смотрю уже этот медфильм, типа, просто мне настолько нечего, настолько неинтересно вот все смотреть, что я смотрю вот канал про шизофреников, реально, потому что там вот, ну, хоть какой-то движ, что ли, там, что-то вот происходит, да, вот, уже люди начинают просто какой-то хуйней заниматься, потому что все скукота, все какая-то дресня, в гитарном YouTube, вот, реально, дефицит блогеров, потому что любой говнарь заходит в гитарный YouTube, набирает огромное количество просмотров, вот, и даже у макжухов каких-то просто отвратительных есть донаты, есть подписки и прочая хуйня, и дефицит стримеров, я думаю, тоже есть, потому что, ну, опять же, то есть люди там со смешными какими-то просто там нулевыми, нулевым количеством подписчиков, с мизерным количеством зрителей, но, соответственно, просто только вот за счет того, что вот вокруг гитарной тематики все вот это вот как-то происходит, а людям хочется в этой тематике как-то вот где-то тусить, где-то находиться, вот, соответственно, соответственно, Вот. Дальше посмотрим. И пока я проветрю недолго. Вот если тебя не будет, что, кто-то умрёт? Вот если тебя, как стримера, не будет, кто-то умрёт? Или что, ну? Ну, смертоносность или жизненная необходимость не является критерием ценности, полезности и прочей хуйни. Теперь секунду, мне надо выключить свет. Да, пока я ходил выключать свет и на кухню вточить пару печенек, я задумался о том, что, по сути, вообще, в принципе, не существует такого человека, который, если умрёт, то кто-то умрёт. Типа, если его не будет, то кто-то умрёт. Ну, вот вообще такого нет, в принципе. Именно незаменимых людей нет. Ну, и при этом святое место пусто не бывает. Ну, хотя, вот знаете, говорят, святое место пусто не бывает. А вот на самом деле те святые места, которые пустуют, вот как раз на этих местах большие деньги и делаются. Как-то так это работает. Так что, ну, по такой логике никто не полезен. То есть, если тебя не будет, что, кто-то умрёт? Блядь. А кто должен умереть, чтобы реально что-то произошло? Чтобы, ну, то есть, много кому будет не похуй. Ну, блядь, если я умру, много кому будет не похуй. Если я пропаду, достаточному количеству людей будет на это не похуй. У меня подписчиков достаточно, чтобы им было не насрать. Вот. Не миллионы, но там несколько сотен. То есть, как тогда определять? То есть, что круто, а что нет. Ну, если, допустим, какая-нибудь продавщица пожухнет, на это будет не похуй её родственникам. А на меня, кроме родственников, ещё несколько сотен людей. Так что, чё, я, ну, значит, я крутой, я более ценный. Раз там в 5-10, чем обычная продавщица какая-нибудь. Ну, и зарплата, значит, у меня должна быть тогда в 5-10 раз больше. Справедливо, логично. Чё, разве не так это работает? Так, дальше что? В чём твоя-то польза? Ты кого-то лечишь или пожар тушишь на пожаре, да? А кто сказал, что тушить пожар или кого-то лечить, это польза по такой логике? Я так тоже могу. В такую диалектику уходить можно бесконечно. Это полная хуйня. Я уже объяснял, в чём польза. Ну, то есть, есть не польза, есть ценность. И люди видят во мне ценность. И выражается она в донатах. То есть, вот там, в правом верхнем углу топ за 7 дней. Это то, насколько... Вот там есть несколько людей, и за никнеймом каждого из этих людей есть цифра, во сколько рублей каждый из них... Ну, это не совсем так работает, но, грубо говоря, за неделю моего контента, сколько он готов отдавать. То есть, насколько он ценит то, что я в тот или иной момент появляюсь в эфире и делаю те или иные действия. Вот. То есть, как-то так. То есть, польза, как я уже, да, сказал, наверное, неудачное слово. Зря я его, может быть, сказал. Но, на самом деле, можно и за пользу притянуть. То есть, можно сказать, что я им полезен. Вот, то есть, допустим, условно, не знаю, там... Может быть, Кей-Кей как раз и есть какой-нибудь пожарник. Вот он тушит пожары. Он их тушит, тушит, да, он делает полезное дело, и он за это получает деньги. А после того, как он потушил пожары, он устал. Ему, не знаю, блядь, грустно на душе, да, ему, там, он кого-то не спас, может быть, там, тьфу-тьфу, да. Или он спасал, там, из огня людей спасал, как говорится. В облаках вчера летал, из огня людей спасал. Ездил я на крокодиле, мой знакомый наркодилер. И вот он приходит домой. И единственное, что вселяет ему в душу радость и мотивацию завтра выйти и снова тушить пожары, это стримы Моисея Великанова, которые почти каждый день. И поскольку он посмотрел, он обрадовался, задонатил мне сатыгу, условно говоря, и получил какое-нибудь, там, не знаю, тоже удовольствие себе в ответ, какую-нибудь полезную инфу. Да, полезной инфы у меня, кстати, полно. То есть я уже рассказывал, что я и бесплатно, там, в бесплатном чате людям отвечаю на какие-то вопросы, там, помогаю, про музло там рассказываю, то есть тоже, что люди ценят, что им нужно. Вот. Ну, грубо говоря, я вот так себе это представляю. То есть кто-то, может быть, там, ну, не пожарник, ну, пожалуйста, любая, там, полезная профессия, врач, пожалуйста. Я точно знаю, что ББЕ, по-моему, он говорил, что он врач. Вот он лечит людей, полечил, полечил, а возвращается, соответственно, там, домой вечером и хочет. И смотрит вот Моисея, и Моисея его радует, блядь. Вот в этом моя польза. Типа по такой логике, а чё, если, блядь, тебе интернет, Маклауд, выключить, ты чё, умрёшь, что ли, блядь? Чё тебе, интернет, нахуй, полезен прям, вот, необходим? Ну, блядь, нет, он не необходим, но без него пиздец хуёво. А чё, если тебе запретить на Ютуб смотреть? Чё, блядь, ты умрёшь? Нет, не умрёшь, блядь, но без Ютуба тебе будет грустно и хуёво. Вот точно так же есть люди, которым без Моисея, конкретно без Моисея Великанова, будет грустно и хуёво. В этом моя польза, и за это я и получаю свои донаты. Ну, нет. Что, кто-то умрёт? Нет, никто не умрёт. Ну, я уже сказал, кто угодно может умереть и нихуя не будет, по сути. Умрёт. То есть, если тебя не будет, в принципе, ничего не изменится. Блядь, если кого угодно не будет, ничего не изменится. Если Фреда даже не будет, ничего не изменится. Если, блядь, Путина не будет, ничего не изменится. Трампа, блядь, не будет, ничего не изменится. Ворона Баффета не будет, да ничего, блядь, не изменится. По такой логике Блять, нет вообще в принципе такого Чтобы кто-то, блять, пропал И что-то изменилось Действительно Любого пожарника возьми, любой пожарник Ну сдох, все, ничего не изменится, другого пожарника наймут То есть, ну, цинично, ужасно звучит Врач там умер, другого врача наняли Учитель умер, другого наняли и все В чем ценность по такой логике Это же бред, блять Что, что, как он, блять, вот, я не понимаю Как он записывает одно в бесполезный труд, да А что у него в бесполезный труд, я не понимаю Нет, полезный труд почти любой Ну, хотя, ну, наверное, нет То есть, смотри, что считать трудом, просто непонятно Вот если ты, допустим, сел и Не знаю, лопатой хуячишь по шине Там, по этой, как она называется У шины есть какое-то название другое Вот сама по себе вот эта резина Как она называется, я забыл, блять Да Ну, короче, неважно, блять Кусок резины обглоданный Вот берешь и лопатой по нему хуяришь Если ты даже 6 часов это делаешь Это как бы труд, это сложно Туда пойду, но чуть позже Значит, если ты это вот все делаешь, то Покрышка, блять Да, вот, ну, хуячишь лопатой по покрышке Или битой по покрышке Если ты даже 6 часов это делаешь Ну, это труд Это дело, как бы Но это абсолютно бесполезная, блять, хуйня То есть Никто за это, я не знаю Вряд ли кто-то готов за это платить Вряд ли это Можно вообще Ну, хоть Вот Хоть как-то это может представлять Какую-то ценность Этот процесс Или там, я не знаю, еще что-то Вот А если ты, допустим Выкапываешь яму, чтобы заменить трубу водопроводную Ну, кому-то это нужно И, соответственно, это для них представляет ценность Ну, и как бы это вот можно там уже как-то подгонять Под понятие пользы И смысл в том, что польза Или ценность Она бывает Большой или маленькой И просто Размер Этой пользы Размер этой ценности Это и есть То принципиально важное То самое значимое Если мы не учитываем, конечно, воровство И прочую хуйню К сожалению, она тоже есть С этим ничего не поделать Но размер этой пользы Он определяет Бабло В кармане У человека То есть его именно Значимость То есть, грубо говоря Пожарник Он, да, блядь Он молодец Он спасает жизни А с другой стороны Ну, блядь Ну, что такое нахуй В том, чтобы спасти Вот В масштабах человечества Что такое, блядь Пара обоссанных спасенных жизней Ну, не сгорела бабка одна Да и пошла она нахуй Ну, то есть Я, может, ужасно говорю Но К сожалению По сути Вот Ну, даже если пожарник Десять лет каждый день работает Он спас Ну, три с половиной тысячи людей Ну, блядь Ну, спас и что Что такое, блядь Три с половиной тысячи людей В масштабах человечества Да это хуйня Спас он им жизнь Ну, отлично А может быть, блядь Ютубер какой-нибудь Снял видео Там, типа, просто Какой-то Блядь Вот я спел песню Какой же я милый, ебать И просто люди смотрят, блядь Веселятся, усываются И И Триста тысяч просмотров Три тысячи шестьсот пятьдесят Да там Ну, три тысячи пускай Выходные там какие-то Еще что-то Вот у него три тысячи Ну, он спас жизни, да А у меня триста тысяч Которых я Порадовал Которым я дал смысл Может быть Этой жизни И вот как бы, блядь Вот тут хуй знает То есть Это как бы можно за уши Вот так вот притягивать И туда, и сюда Бесконечно И нести самую лютую хуйню И сравнивать, типа, блядь Что, кто, да как и почему Но В итоге В конечном итоге Рыночек Рыночек, да Старый, добрый, любимый Он определяет так Что у пожарника зарплата Вот столько А у футболиста, блядь Она в десять раз больше Блядь, ну Потому что футболист порадует миллионы А пожарник всего-навсего спасет Три тысячи Один пожарник Ну то есть Сто пожарников Да, это Сто пожарников Они нужнее, чем один футболист Но, блядь Их сто А он один То есть Примерно так, ребята Ну я Примитивно объясняю Но уж как могу Вот Хуй знает На заводе полезный труд Или не полезный труд На заводе Полезный, но не сильно Работают Мало полезный Или там бесполезный Херню из него Нет, полезный Просто ценности у него Низка То есть, во-первых Потому что на Почти на любое место На заводе Очередь из тех Кто готов там работать И плюс потому что Конечный продукт Просто тупо Никто не будет Покупать дороже Чем некая Стоимость И просто Ну Не может Никаким образом Труд на заводе Стоить дороже Чем он стоит Вот и все Ни за счет Ни за счет Прибавочной стоимости Ни за счет Хуявочной Пердоимости Никаким хуем Не может Вот Вот есть там Некий потолок И выше этого потолка Невозможно Ну в условиях Конечно России Сегодняшней экономики России Или там Бля А уж тем более Советского Союза Просто невозможно Что вы допустим Блядь Сварщик какой-нибудь Там Блядь Получал Сто тысяч Ну или Миллион он точно не может Не может блядь Сварщик или грузчик Быть миллионером Это просто блядь Невозможно А футболист может Вот и все В этом вот потому что Блядь у футболиста Больше ценность Даже не знаю просто Вот он кстати говорил еще Что Там Ну у многих людей Там совок в головах Да Да Ну я не знаю Какой нахер совок Ну Вообще о чем речь Какой блядь Красный такой Для мусора При совке Хоть заводы стояли Ну а нахер Они нужны Эти заводы То есть они сейчас Не работают Потому что Они не нужны Ну а Ну а при Гитлере А при Гитлере Хоть поезда Вовремя ходили Блядь А заводов нет Как бы Но Об этом мы позже Посмотрим тоже Вот Блядь Стояли заводы И что что они стояли Если блядь Кино говно было Музыка дерьмовая Блядь Бытовая техника Полная хуйня Автомобили Строения Просто дерьмище Блядь То есть Совок Он почему развалился В конечном итоге Ну ряд причин Но Одна из Важнейших причин Это Тотальная просто Вот Днищная неэффективность То есть совок Показал Именно вот этот Склад Социализм Там вот эти вот Все вот попытки Уравниловки Вся вот эта хуйня Демотивирующая Таких допустим Людей как я Делать что-то Действительно стоящее То есть Одно из причин Почему Ну и кроме того Что еще Блядь С Чернобылем Вот эта хуйня Там была Тоже что повлияло Тоже коррумпированность Именно этой всей Советской Системы Наебало Сплошное И попытки Что-то скрыть Там обмануть Там запретить То есть вот эта Полная хуйня Но Одной тоже Из причин Было то Что Людям дали просто Просто дали попробовать Кока-колу И Как бы И Макдональдс Вот Блядь Теоретически Такая культура Питания Или там Ну Это Я не говорю Что это полезно Но это Пиздец Как охуенная Это очень вкусно Ребята Понимаете Колы И блядь И чизбрагеры То есть Все мы это ненавидим Но Если Ну Реально Мало Настолько Отбитых людей Которые Действительно Скажут Вот я блядь Дюошес попью Блядь Лимонадик Нахуй С саной Блядь Лучше Или там Не знаю Чем Короче вы понимаете О чем речь То есть Кока-кола Это Одна из причин Да Или Старбакс Ну то есть Это вот Эта вот Хуйня Вот Почему Ну короче Советский Заюз Концовка Вот эта Особенно Да Когда просто Люди Поняли Что Абсолютно Все Западное Оно Пиздача Западная музыка Охуенная Она просто То есть Наша Это такое А их Охуенная Западный Кинематограф Охуенный Западная Техника Охуенная Западная Одежда Охуенная Западная Блять Я не знаю Все Просто Вот когда люди Поняли что Абсолютно Любой продукт Просто Блять Все что угодно Если оно Блять Западное То оно Заебись И у людей До сих пор К сожалению Это в голове Вот как осталось Как стереотип Что блять Наше говно Западное Заебись Кроме танков Блять И Это Так и не получается К сожалению Выбить Так и не получается Это вот Пробить Разорвать То есть Даже если Кто-то в России Сделает что-то Реально Охуенное Оно К сожалению Ну просто До сих пор Мы еле-еле Пытаемся От этого Совка Вырваться И действительно Начать что-то Делать хорошее И потреблять Свой собственный Продукт И любить Самих себя Свою собственную Идентичность Которую Блять Ебаные Совки Пытались Максимально Разрушить Вместо Того Чтобы Там Был Ну Не знаю Короче Ладно Неважно Блять Давайте Это уже Совсем Другая тема Зато Заводы Блять Стояли Да эти Заводы В хуй не Упали Блять Они Производили Говно Эти заводы Потому Они и стояли Они Производили Говно И Они были Нужны Ровно До тех пор Пока Просто Нельзя Было Внутри Страны Ну Пока Не начали Завозить Годноту Из-за Рубежа Пока Люди Не поняли Что Блять Мы просто Сидим И говно Делаем И у нас Все хуже Типа Блять В Это нахуй В Северной Корее Тоже наверняка Заводы Блять Есть Тоже Там Ты че Там тоже Есть заводы Там тоже Они наверняка Делают автомобили Блять КНДРские Какие-нибудь Тоже есть Блять Тоже Заводы Работают А потом Прикиньте КНДР Как бы Ну то есть Все Ким Чен Ын Пожухнет Наконец-то КНДР Там развалится Все Произойдет Там тоже 90-е своеобразное А потом будет сидеть Такой долбоеб Какой-нибудь Блять Школьник Там полуобоссанный И говорить Блять А когда было Было время Ким Чен Ына Нахуй У нас заводы Блять Работали А сейчас Их нет Да потому что Эти заводы Делали кал Блять И единственное Блять Кому эти заводы Приносили пользу Это Тем кто на них Работал Блять Потому что Их хоть куда-то Трудоустроили Блять Порой видео Посмотрим Там из Калининграда Вот Как бы Ну это блять Ненужные заводы То есть просто Уебки совки Разъебали Всю архитектуру Времен Российской империи Которая до сих пор Самая охуенная Архитектура То есть посмотри Опять же Видео Лебедева Про Оренбург И все охуенные здания Практически все Они до советского Времени До революционного То есть есть даже Такой вот Уже как термин Который используется Достаточно нередко Если ты просто Блять Ушами послушаешь До революционный Да И этот термин Он очень часто Употребляется В отношении Как раз чего-то Охуенного Ну бывает что И хуевого тоже Типа дом Еще до революционной Постройки Типа он там еще Пожухлый Но все самые Вся самая Красивая архитектура Все наши поэты Писатели Художники Самые Какие-то Охуевшие Все было До совка И совки Они блять Поразрушали Понаставили своих Заводов Уебищных Которые Говно Производили А теперь Как бы Когда Ну Просто За ненадобностью Эти заводы Позакрывались Потому что Ну блять Они производили Говно А говно Сегодня никому Не надо Всем подавай Как бы Итальянский сыр Французские помидоры Я не знаю И японские Какие-нибудь там Хлебцы Да Ну и это правильно То есть человек Он как бы Ну Почему он должен Жрать говно Если есть что-то пиздато Если есть возможность За те же деньги Это понятно Ну Как бы Поэтому эти заводы Блять Гниют Жухнут И в лучшем случае Переделываются Под какие-то лофты Потому что Блять От лофтов Есть польза Ценность А от заводов Ее просто не было Вот и все Обосновать Как это прокомментировать Какие примеры привести То есть я честно говоря Ну Ну думаю да Думаю что проблема в этом То есть он не знает Даже как это обосновать Ну Какая проблема Не знаю Ой блять Ну может быть Ты знаешь Как мне обосновать Свою позицию Я был бы рад послушать Не знает Да Да согласился Но не знает Как обосновать Свою мысль Вот Так Да 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 Дедушка Когда были самые лучшие времена При Сталине Внучек А почему при Сталине Ну как У меня при Сталине Хуй стоял Вот 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 Это вот как раз Оно самое И это я вырываю С контекста называется Безполезно Ну да Ты вырываешь То есть ты пока Ни одного аргумента Не привел Ты просто кукарекаешь И кукарекаешь Типа Как он посмел Вот это сказать Ну посмел и посмел А ты блять Будешь может быть Опровергать как-то Безполезный Безполезный труд А что есть полезный Так вот Стример что ли Ну Да Да Там что у тебя с головой Я не понимаю Ну у меня все в порядке С головой Стример очень ценный Очень полезный труд То есть я уже Обосновал тебе Я аргумент привел В отличие от тебя Ты нет Если тебя не будет Никто не умрет Понимаешь Если тебя не будет Тоже никто не умрет Если кто угодно Если кого угодно Не будет Тоже никто не умрет Вообще Кого угодно убери Никто не умрет Типа блять Ну то есть Если убрать пожарника На его место Просто другой пожарник появится Если убрать охранника На его место Поставят другого охранника Убрать учителя На его место Другого учителя Убрать меня Появится другой стример Но вообще, в принципе, если убрать стримеров, в принципе, как идею, как вообще, как деятельность, ну, очень много будет опечалившихся людей от этого. Ну, никто не умрет, то есть понятно, что есть жизнеобеспечивающие профессии, жизненно необходимые, просто без которых невозможно существование поддерживать. Но ключевое слово существование, потому что существование — это не жизнь. То есть ценность представляет как раз кайф от жизни, он не в том, чтобы существовать, а в том, чтобы именно, блядь, жить и наслаждаться. Потому что существовать может и обезьяна, как говорится. Может быть, и жук, и там таракан, и, блядь, не знаю, какой-нибудь козёл в зоопарке, он тоже существует прекрасно. И тоже, то есть есть у него корм, там есть еда, есть сон, то есть есть вот низшая планка того, что нужно. Но дальше у человека возникает необходимость, не знаю, в прекрасном, в самореализации. В интересном. То есть по такой логике я уже сказал, если YouTube убрать, ты не умрёшь. Если интернет у тебя отключить, ты не умрёшь. Ну и всё. Типа давай отключим тогда, блядь. Или давай тогда говорить, что интернет неполезный и неценный и ненужный. Если у тебя его убрать, ничего не будет. Ну, то есть ты же не умрёшь именно у тебя, если его убрать. Вот, или... Ну, даже YouTube, пожалуйста, вот убрать у всех YouTube. Чё, умрёт кто-то, что ли, блядь? Нет. Значит, YouTube бесполезный. Всё. Никто не умрёт. Ну, это пиздёж. Пожара не будет, ну. Ну, пожара не будет, если YouTube убрать, ничего не будет. Большинство, да, занимается какой-то полной хуйней совершенно вообще. Бесполезно. Ну, либо, может быть, даже проблема вдруг. Большинство и готовы работать за маленькие деньги, ну, за маленькие деньги. Конечно, потому что никто им больше не будет платить. То есть лучше работать за маленькие деньги, чем, блядь, умирать с голоду за 0 рублей. Те же программисты, в принципе, в рогах и копытах, ну, каких-нибудь, в российской фирме, что-то много, большие зарплаты. Ну, у хороших, да. Обычно нет, но обычно не очень большие. То есть те, кто хочет большие зарплаты, они как бы и работают хорошо, либо очень ценный труд какой-то делают. Блин, ну. Обучаются на этот сану. Не знаю, может быть, где-то и есть. То есть вот, например, я точно знаю, что ютюбер или стример, ну, и вообще, как бы я знаю, что популярный человек — это всегда много легких денег. Поэтому я очень хотел бы, соответственно, хайпануть. И, соответственно, пользуясь любой возможностью, стараюсь стать популярнее. Вот, потому что, типа, это честные и относительно легкие деньги. Ну, естественно, сам труд, то есть само становление популярным — это как бы, ну, вроде не так легко, не так просто, не так понятно, как это делается. Но все же, да, как бы конечный результат. Вот представьте, у меня миллион подписчиков, все, блядь, рекламу одну там на пять секунд там впердолил, все, миллион, или там сколько-нибудь такое. Что они достаточно много? Там тысяч тридцать даже, если. Ну, получают, ну, именно в фирмах, вот если не по удаленке работать, да, на кого-то, а самому, да, вот самому трудоустраиваться в российскую фирму, там, рога и копыта, условно, то зарплата, скорее всего, будет не очень большая. Другом, что, меньшинство. То есть очень мало тех, кто занимается чем-то полезным. Может быть, даже вот скорее вот в этом проблема, чем в том, что большинство. Ну, как бы большинство, оно везде долбоеба. Просто вопрос в том, на сколько. Типа, ну, то есть, как мне кажется, там, в Америке хуйней занимаются, может быть, там, процентов 75 людей, а в России, наверное, 95. Странно. А, ну, почему-то там зарплата есть, а здесь зарплата... Ну, именно потому, что там 25% не пинают хуй, поэтому там зарплата и есть. За счет этих 25%. То есть эта зарплата, она, ну, как бы, экономика страны, она держится на тех, кто приносит пользу. Окей? И за счет того, что там много тех, кто приносит пользу, можно платить зарплату даже тем, кто приносит этой пользы мало. Соответственно, а в России этих людей мало. Ну, и дальше я это объясняю. А с зарплатами проблема какая-то, ну, я не знаю, но... Блин, Маклауд, я думаю так, давай ты будешь вот хотя бы на скорости 2х, но ты, прежде чем что-то реагировать, ты целиком все видео посмотри, блядь, мое, послушай фоном, как следует, все мысли, блядь, то есть всю мысль ты можешь, нахуй, до конца дослушать и спорить не с куском мысли, а с полной, блядь, мыслью? В чем прикол-то? Хотя, с другой стороны, если он так будет делать, то на что я буду реагировать? Как бы... Там зарплаты есть, а здесь, ну, беда какая-то. Я об этом просто в том видео дальше объясняю, почему это так. Это жопа? Вот, ну... Но, с другой стороны, я тоже сегодня не давал ему договорить и уже начинал бомбить, что ты хуйню показываешь. Ну, так что... Ну, мне можно, мне похуй. Я панк. В случае тех или иных обстоятельств. А у тебя просто, блядь, как бы... Ну, у меня в конечном итоге будет либо это, опровержение, либо аргумент, либо еще какая-то хуйня. Ты просто как бы вот вырвал, попиздел про это, дальше не продолжил и, типа, вот как-то... Такой вот компиляция обрывков. Нет хорошей жизни, занятой бесполезной работой. Ну, кто виноват? Ну, тут вся зарплата там, ну... Причем это не малка даже. Ну, 25 тысяч, да? Грубо говоря. В месяц. И то... Короче, ребят, если кто задонатит сейчас, то на паузу поставим запись и посмотреть. Не на запись, но вот что-то просто посмотреть, если кто-то хочет задонатить на стриме. Прервемся, потому что что-то, блядь, я... Пиздец, мы даже половину не досмотрели, блядь, час уже целый, ебалый. Ну, ладно, пусть будет вся белая. Хорошо, так и быть. Все в белое. Все в белую, то есть 25 тысяч. Вот чистыми даже. Ну, пусть будут чистыми даже. Тысяч. Да? Ну, и как жить-то? Никак, хуево жить, блядь. Надо было учиться на такую работу, на которой платят 100 тысяч. Вот и все. Или 50 хотя бы. Ну, как жить-то должно быть? Хуево. Очень хуево жить. На эти деньги. Ну, допустим, комнату снимать будем, да? Да. Ну, ты можешь посчитать, да? Да хуй тебе, не. Если ты работаешь за 20 тысяч, снимай, блядь, хостел какой-нибудь. За 6 тысяч, нормально. Все, на 15 живи, 500 рублей в день. И с едой, с едой, конечно же. Ну, прикинь. Да, 500, ну, нормально, на 500 рублей. Вон у Хованского видос, как прожить неделю на 1000 рублей. Пожалуйста, так и живи. Считай, я не знаю. Попробуй посчитать. Только не забывай, что... Ты столько пользы принес, вот кто как работает, тот так и ест. Нормальный человек не будет питаться одним хлебом, булкой, ну, с водой. Ну, вот, может, гречкой, маночкой. Может, даже мясо какое-то есть, супчик себе сварить. А ему бы еще мяса бы поесть, да? Да, да, можно, можно. Кости какие-нибудь можешь поголодать, да? Нормально так, да? Там, может, фрукты какие-то. Ну, можно и фрукты иногда, наверное, себе позволить. Там остается уже какое-то бабло. 6 тысяч за хостел, 4 тысячи, там, вот, на 1000 рублей в день. Вот у тебя, если 20 тысяч зарплата, еще целых 10 тысяч на фрукты остается. Вот, ну, нормальный рацион. А не макароны, там, точить, блядь, пустые. Если ты так работаешь, то только макароны тебе и полагаются. Бред же, да, правильно? Не, не бред. И никто не питается, блин, одним хлебом, булкой с водичкой. Если ты здоровый 30-летний мужик и работаешь на обоссанной недоработе уебищной, то, блядь, жри макароны. Дело 10. То есть кто виноват тем, что люди занимаются какой-то хуйнёй, это вопрос спорный. Вот. Ну, в чём, то есть кто виноват в случае Маклауда, я думаю, вопросов нет. Я надеюсь, что у вас хотя бы нет вопросов в случае Маклауда. Кто виноват в том, что у него, ну, там, хуёвая стиральная машина, вот такая, допустим, которая там слабая. Что-то я не понял про мою стиральную машину. Чё за хуйнёй он ляпнул? Она отработала, сколько там, лет 14, что ли? Ну, это пиздец. То, что у тебя машины, блядь, 14-летней давности. Ну, по-моему, нормально отработала. Да, но ключевое, что она у тебя, блядь, она уже, блядь, должна была давно в металлолом отправиться и быть списанной. А ты, блядь, всё стирал, 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 стирал. Пожухлая вот эта вот разъёбанная каразийная вот эта вот, блядь, ебложопа. Типа, по-хорошему, ты как делаешь? Вот у тебя машинка, я не знаю, уже она какая-то что-то старая, кряхтит, что-то трещит уже, да? Уже можно новую купить. Даже не догоняя её, блядь, до тех пор, пока она совершенно не сломается так, что уже, блядь, пиздец просто полный. Типа, знаешь, как, блядь, ладно, похуй. Ну, просто там барабан стопорнулся, ну, а расковыривать это... Ну, мы так посчитали, что это просто бессмысленно, ну. Это бессмысленно, ремонтировать, пытаться, ну, чё-то... Это больше гемора, и проще взять новую. Ну... Да, только это надо было сделать, блядь, лет пять назад. Ну, четырнадцать лет она отработала, по-моему, нормально работала, слушай, вообще. Почему кчерово это? Я не понимаю. Потому что, блядь, ты её видел? Мало, я не знаю. В том, что ему не платят, видите ли, приличную зарплату. Ну, да, а в чём моя вина, как бы, конкретно? В том, что ты не приносишь пользы. Ты не приносишь достаточно пользы, чтобы тебе платить приличную зарплату. Ты не приносишь достаточно ценности, чтобы тебе платить приличную зарплату. Если бы ты, может быть, родился бы в Америке и работал бы там, может быть, за счёт того, что просто... Не за счёт того, что ты был бы полезен, а за счёт того, что есть в той стране другие полезные люди, которых просто больше, чем в России. За счет этого можно было бы платить тебе, ну, за счет их налогов можно было бы тебе повысить зарплату тоже. Вот. И, соответственно, вот пока там есть такая халява, может быть, даже тебе надо туда ехать, пользоваться. В России просто нет такой возможности. То есть, фактически, вот, ну, реальная польза, которую ты приносишь, она вот ровно столько, сколько тебе платят на твоих работах. Так если бы, кем бы я ни был, мне бы все равно не платили. Да, ну, то есть, больше 20-30 тысяч. Но просто как бы 50, это уже хорошо. То есть, ты считаешь, что 50, это типа нищенская зарплата. Ну, на самом деле нет. На самом деле 50 в России, это заебись. То есть, этого хватает уже на все, что ты перечислил. На фрукты, на креветки. Там 50-60 тысяч хватит и на фрукты, и на креветки, и на какой-нибудь досуг, блядь, и на, не знаю, компьютеры, и на прочую хуйню. А сотки, блядь, вообще за глаза. Достойную зарплату. Ну, допустим... На отпуск, там, пару раз, наверное, хватит. Нет, сотка в месяц, я думаю, хватит реально прям пару раз путешествовать в год и так далее. Ну, я свакшик, мне что, будут платить нормально? Нет. Нет, конечно. Нет, не здесь. Да, не здесь. Точно не здесь. Ну, абсолютно верно, не здесь, не будут. Ну, и не будут, в том числе, потому что, потому что ты тоже мудак, короче, блядь. То есть, смотри, если бы было больше стримеров, таких, как я, допустим, по стране, которые... Вот мне же донатят люди из Украины, из Белоруссии, из Литвы, из Эстонии, из Казахстана. То есть, ну, да даже из Америки, я думаю, донатят. Ну, просто я, честно, не знаю. Ну, кто-то точно донатил из, из, там, это... Ну, русскоязычные, конечно, все русскоязычные, но они, блядь, кто-то в Чехии живет и там же работает и оттуда донатят. Кто-то говорил, типа, привет, там, блядь, из Германии, кто-то еще откуда-то. Но люди вот смотрят и получается, из других стран я ввожу обратно к нам в Россию, в нашу экономику деньги. Вот, потому что я эти деньги трачу здесь, в России, нашим продавщицам, там, отношу, чтобы они мне Кока-Колу давали, им зарплату платят, там, хозяин, там, тот же он, там, получит бабло. Все, бабки, они здесь в итоге. Да? Типа, к чему я это, блядь, я уже забыл? Сейчас. Платить нормально? Нет. Да, ну, вот, блядь. И я такой вот один. И поэтому, просто в экономике, то есть, допустим, вот, я прихожу в магазин и я покупаю, ну, скажем, вот, обычно покупают люди на 200 рублей и с этого, там, 2 рубля заработает магазин, а я прихожу, покупаю на 1000, и благодаря мне магазин зарабатывает 10 рублей. Или тугриков, давайте, не рублей, тугриков он зарабатывает. И, блядь, вот, поскольку я такой один, денег у хозяина, чтобы Маклауду зарплату поднять, тупо нет. То есть, лишних денег у него нет, чтобы ему платить еще как следует. А если бы было, да, если бы было, можно даже Маклауду поднять зарплатку за счет того, что таких Моисеев-Великановых было бы не один, блядь, а, допустим, 10, 100, блядь, тысячи. И не только Моисеев, а просто чуваков, которые на экспорт, там, всякую хуйню производят. Телефоны, там, хуефоны. Вот. Просто в экономике страны, если бы было больше денег за счет полезных людей, то и все. То есть, если вот я прихожу в магазин, 10 меня приходит в магазин, все, магазин очень богатый становится сразу. И можно платить зарплату Маклауду побольше, если есть покупательная способность. Но ее нет, потому что люди в основном хуйней занимаются, блядь, вместо того, чтобы, то есть, возможно, вообще, в принципе, в России можно же сотку зарабатывать? Или, да хуй с ней сотку, 60 можно? 50-60 можно? И не только в Москве, я говорю, вообще, в принципе, блядь. Неужели нечем, ничего такого, блядь, нельзя сделать? Обучиться на какую-то такую вот нужную там ценную штуку или, ну, я не знаю, просто начать понимать, что это, блядь, в экономике, в хуеномике, блядь, и там ковыряться, что-то придумывать, язык какой-нибудь иностранный, блядь, выучить, переводчиком работать, я хуй знает, блядь. Ну, неужели нельзя, блядь? Ну, вот 99% считает, что нельзя, блядь. Да, там, походу, жух был. Так вот, из-за того, что, как бы, в Америке они понимают, что можно, блядь, и идут, что-то делают. То есть, в Америке не, не 99% грузчиков. То есть, там много платят грузчикам, но там никто не хочет быть грузчиком. Там все, блядь, хотят долларовыми миллионерами стать. И все, блядь, пахают, хуярят, работают как следует, учатся, на колледж откладывают деньги. Все стараются, блядь, стать не грузчиком, а кем-то пиздатым крутым. А в России никто не старается быть пиздатым крутым. Все, блядь, стараются прикинуться даунами, как Маклауд. И поэтому, блядь, поэтому в экономике нет денег. И поэтому, в конечном итоге, им же и нельзя платить зарплату. Да, вот такое, блядь, замкнутое ебаное колесо Сансары. Дальше что? Нет, нет, не здесь. Точно не здесь. Ну, просто прикол в том, что ты в этом и виноват, в конечном итоге. То есть, ну, не полностью, но ты, как бы, вот ты, такие же, как ты, блядь, виноваты в том, что в России грузчикам платят не 40, а 20 тысяч, там условно говоря. Ну, допустим, я водитель, да, какого-нибудь, вот, бульдозера, да, то, что мне предлагали. И что? Где зарплата-то? Ну, нет зарплаты. Да, блядь, а ну, какая нахуй польза от водителя-бульдозера? Плат, ну, нету. То есть, ну, в смысле, за что ему платить 100 тысяч, блядь, допустим? А еще жизнь в болоте, ну, жизнь в болоте и среди... Переезжай в Сочи, блядь, заебал, ты что нахуй? У тебя, блядь, целая страна, она огромная, от и до, блядь, море есть такое, есть такое, блядь, есть Каспийское, хуиское, пиздуй в Сочи, пиздуй, вот Крым наш уже, блядь, едь в Крым, живи там, там болот нет, блядь. Свиней. И, кстати, Сочи по населению такой же, как Майами. Вот, особенно в Калининградской там области, да, есть какая-то проблема с дикими свиньями, но об этом тоже посмотрим там отдельно. Еще кто виноват? Ну, вот Фрэнг гитарист, у него же есть 200? Там проблема не со свиньями, проблема в том, что, блядь, никто не убирает за свиньями, а не убирает, потому что, блядь, денег нет, чтобы ему платить, чтобы он убирал, блядь. А нет их, ну, в том числе, потому что спиздили, или работают, блядь, как-то через жопу. Никто не пытается именно добиться максимума, блядь, нахуй, да? Обучиться на что-то вот приличное, хуй, знаю. Посмотрим там отдельно. Что, блядь, я не знаю, в Калининграде интернета нет, нельзя стримером стать, тем же самым, нельзя ютубером стать, нельзя, блядь, преподавателем гитары стать в Калининграде, как Фред, нельзя программистом стать. Программистом, блядь, почему бешеные деньги платят? Да потому что нет их, блядь. Потому что они нужны, а их нет. Почему Фреду платят такие деньги? Потому что Фред, блядь, нужен, а таких Фредов больше нет. И мне почему донатят? Да потому что, блядь, такие, как я, нужны, а нас нет. Я вот, все, я один, блядь. Кто мы-то? Кто мы, нахуй? Я один здесь. Блядь, что в Калининграде? Нельзя копирайтером, блядь, научиться быть. Нельзя жить в Калининграде и работать перевозчиком. Нельзя пилотом, блядь, не знаю, обучиться там, встать и жить при этом на постоянке, в основном там в Калининграде в том же самом. Нельзя бизнес свой открыть в Калининграде никакой. Попробовать там какой-то малый хуялый на дому там, интернет-магазин открыть. Нельзя, блядь. Нельзя, не знаю, кавер-группу там какую-нибудь собрать, блядь, да что угодно. В Калининграде ни одного богатого человека, наверное, нет. Вот ни одного, неужели нет, блядь, богатого человека. То есть вот, ну, богатого, обеспеченного, то есть у которого там сотка, двести, то есть, ну, это же, наверное, возможно вообще в принципе. Нет таких людей? Я думаю, есть. А им нужно, блядь, не знаю, чтобы им ремонт кто-то делал? Ну, блядь, нужно же? Нужно. Ну, можно, блядь, быть обычным говностроителем, а можно же, блядь, как бы ремонтировать приличные дома и нормально зарабатывать? Нет, не нужно, блядь. Или им няня никакая не нужна? Опять же, есть там обычные, а есть вот такой, и репетиторы там, их детям не нужны? Да, неужели в Калининграде? Нахуй, ну, а кому эти репетиторы? Зачем? Или по скайпу нельзя репетиторам работать, там, по математике, хуенатике, блядь, типа что угодно, блядь. Я, ну, просто, я от балды несу. Если бы я был в Калининграде, я бы, блядь, жопу на уши натянул, я бы что угодно сделал, блядь, лишь бы у меня, сука, появились деньги. А там, блядь, большинство людей ничего, блядь, не делает, как и во всей стране в России. Большинство людей как оно, вот, блядь, идет, так оно и идет, блядь. Как, ну, как пошло, так и поехало, блядь. То есть, вы понимаете, народ, вот те, вот те, у кого есть, хуй знает, 40 хотя бы тысяч рублей зарплата, вы, блядь, избранные, вы уже избранные, вы, вы все, вы уже элита, блядь. Вас на самом деле, это не, это не в среднем. На самом деле, вы в охуенном меньшинстве. Потому что большинство, ну, или не большинство, но огромное количество людей, вот они, блядь, вот такие. А уж, блядь, дальше я вообще молчу. Ладно. Отдельно. Еще кто виноват. Ну, вот Фрэнк гитарист, у него же есть 200? Опять же, вот, просто яркий пример. Я знаю одну контору, и там у одних людей, ну, не знаю, 40 тысяч зарплата, а у другого человека 200. Вот тот, у которого 200, он раньше всех приходит, и позже всех уходит. Те, которые 40, они, ну, чуть-чуть опоздал, и скорее пораньше свалить. Подход. Понимаете, блядь? Просто подход. Ответственность. Вся вот эта хуйня. Штука. То есть, это вот сколько получается? 200 тысяч рублей в долларах, да? Вот, пожалуйста, 2,5 тысячи долларов как раз сейчас получается. Но я думаю, что у Фреда, кстати, нет, 200 тысяч по старому до курса было, наверное. Сейчас сколько вообще один доллар стоит? 80. Так, а что он каким-то полезным трудом занимается? Да, он преподаватель гитары. Ну, вот я играю... Ну, он ценный. Ценный. Например, Крипче Слэш, а еще... Ты же сам говорил, что это херня, все бесполезно. Ну, зачем этим заниматься? Это ценно. То есть, есть большое количество людей, которые хотят научиться играть на гитаре. Не потому, что игра на гитаре это общественно полезное что-то, но потому, что для этих людей это представляет ценность. И Фред охуительно учит. Ну, и плюс, как бы он тот самый. Поэтому он представляет собой ценность. И поэтому он заслуженно получает кучу бабла. Ну, да. То есть, слово польза, сука. Вот, короче, все это видео уже 12 минут у Маклауда. К сожалению, он прицепился к одному единственному моему слову. Слово польза. И пляшет только вокруг вот этого самого слова. Так, лагает, что ли, зараза, ребят? Напишите, если по лагере. 200, когда доллар стоил 60. Я не понимаю, хули он мандит, блядь. А что, если там станет на десяток диванных гитаристов больше, которых никто не увидит и не услышит никогда, да? То это очень важный труд, да? Это... Ну, нет. Это неважно и неполезно, но это ценный труд. Очень важно. Без этого вообще никак. Мир все разрушится, нахуй. сгорит в огне. Если... А если, блядь, убрать, нахуй, кого там, блядь, придумать, я не знаю? Пару каких-нибудь... Эээээ, пропускаю. Я даже, блядь, не знаю, что придумать. Ну, типа так... Я уже говорил, что кого угодно можно убрать, мир не сгорит в огне. Ха-ха-ха, 60... Значит, 200 тысяч разделить на 60, получается, да? Ну, 3333 доллара. Хотя сейчас законно-то особо не поменяется, я не знаю, на самом деле, как там, что у Фреда. Ну, грубо говоря, вот там. Можно же, получается? Да, можно. Дальше что? Ну, узнаю. Так. Ну, и последний кусок. Я думаю, так. Ну, в твоем понимании, это... Да, кто сжимать, давайте, ребят, сна. Не богай, не богай и хлеба. Ну, привет, пожарят можно, опять же. Смиром. Не похоже на то, потому что твой дружок, тот самый, который ты мне показывал, говорит, что они тратят... Это он имеет в виду жизнь в Майами. Ну, наверное, да. Я с ним не дружу. Если что, я с ним не дружу. Да, мне просто выдел его канал, вот посмотрел. Мне похуй. Мне, в принципе, понравилось. Мне не знаю, насколько там правда. Мне похуй вообще. Ну, говорят, в принципе, правда, вот тоже на гитарблеере у меня вот Эл Викинг там. Мне абсолютно похуй. Понимаешь? Мне... Да мне вообще похуй, блядь. Сука, он платит 3 доллара с 300? Типа, вот что-то такое, блядь. Или 300 долларов с 30 тысяч? То есть 1%? Не верю, блядь, в такие налоги. Вот это полная хуйня. Ну, в принципе, отчасти подтвердил, да? Что вот минималка в России и минималка там это разные все-таки вещи. Да, абсолютно верно. Только вот тот чувак, он пиздил. Блядь. И... Да, это как раз в том-то и дело, что это абсолютно разные вещи. Потому что минималки российской там не хватит на жизнь. 10... Сколько сейчас еще раз? 120 долларов минимум в неделю на двоих они тратят. Вот, соответственно... Ну... И в чем проблема? 120 долларов. Ну, в том проблема, что это пиздец, дохуя. В том, что по российским меркам это дохуище. Вот 12 часов работы. 120 баксов. 12 часов работы. Ну, так, грубо говоря. Ну, 12. Может, 13. Может, здесь. Может быть, хуйнадцать? Как тебе такое, блядь? Даже. Ну... В чем проблема-то? Сейчас 120 долларов. Это, ну, 9 тысяч рублей. 18. 36 тысяч. Ну, еду на двоих. Как-то, ну, блядь, я не знаю. Многовато, мне кажется. И это по минималкам. Он сказал, до 150 доходит. И это без сигарет, без всякой хуйни. И плюс жилье там стоит безумных денег. Совершенно каких-то безумных. Ну, как безумных? Относительно зарплаты? Вполне нормально. Ну, и у нас она стоит тоже безумных денег. Относительно зарплат. Ты почему этого не посчитаешь-то? Ну, ты посмотри. Да потому что ты тоже этого нихуя не считаешь. То есть у нас относительно зарплат жилье стоит пиздец как дешево. А у них относительно зарплат жилье дорогое. Вот давай 25 тысяч, как мы на жилье-то сделаем, а? Давай на... Легко, блядь. Снимешь целую квартиру, можешь, блядь, снять. Ну, просто если ты живешь в каком-нибудь говно ПГТ, предположим. Там трехкомнатную квартиру можешь снять за 6 тысяч. Пожалуйста. В Калининграде мы смотрели, комнату... Не комнату, квартиру за 15 можно снимать. 15, блядь. Это сколько долларов? 250, что ли, по-моему? Даже меньше. Не, меньше гораздо. 200 сейчас уже долларов. 200 долларов ты можешь снимать. 15 тысяч. Если ты зарабатываешь 40, то это относительно зарплаты... Ну, давай даже допустим, что половина. Ну, а в Америке ты получаешь, блядь... Ну, не половина, сколько вот там? Две пятых, да? Ну, блядь. Не, подожди, какие две пятых, блядь? Три... Восьмых. Три восьмых. Если ты в Америке получаешь 2 500, и жилье стоит 1000 долларов, это уже как раз две пятых. Вот. И две пятых, это у нас 40% от зарплаты. А здесь, если ты... Ну, 40, небольшая особая зарплата. Такая средненькая. И, соответственно, снимаешь за 15 тысяч себе комнату. Блядь, за 15 тысяч... Такие копейки, блядь. И еще раз. По мировым меркам. Вот смотри. Я... Люди работают сейчас не грузчиками, не хующиками. То есть это все, по сути, хуйня для лбоебов. И ты как бы... Тебе какая разница, блядь? Ты-то все равно, блядь, здесь будешь сидеть. Тебе какая разница, что там? Даже если там, правда, вот грузчиков... Типа, ну, окей. Давай допустим, что грузчик, блядь, у них... Получает 2 500 и прекрасно живет. А у нас получает 25 тысяч рублей и, блядь, на жилье еле хватает. Просто вот все. У нас смерть, говно, жопа, дерьмо и так далее. Ну, хорошо. Да, абсолютно согласен. Да, так и есть. И я считаю, у нас более справедливо. Потому что пусть, блядь, так и будет, нахуй. Вот. Пока люди не одумаются и не поймут, что, блядь, грузчиками не надо, нахуй, работать. Надо, блядь, что-то делать по-человечески. Теперь попробуем представить себе другое. Ты работаешь на удаленке. Например. Ты стример. Давай так, допустим. Ты стример на английском языке. То есть ты... Или ютюбер на английском языке. И ты живешь в России. И теперь представь, что у тебя доход 2000 долларов. В Америке это еле-еле прожить. В России это королевский просто сумасшедший доход. То есть это, ну, просто, блядь, даже по меркам Москвы. Ну, или еще и в моем возрасте, если, например, 23 года. Представь, что ты ютюбер для, вот, для пиндосов, да, грубо говоря. Две тысячи долларов там. Ну, ты от тех же людей получаешь зарплату. Или ты разработал мобильный... Ну, ты разработал игру какую-нибудь компьютерную. И плюс здесь ты, блядь, здесь ты оформил ИП, платишь 6% налогов. Ты разработал... Вот ты разработал игру, там, сайт, какую-то хуйню, да. И продаешь туда, предположим. Ебать, ты здесь будешь просто королем, нахуй. Просто, блядь, императором. А там, ну, хуесос и хуесос насрать всем на тебя, блядь, будет. То есть в Калининграде за 40 тысяч это меньше... Это 500 долларов, блядь. За 500 долларов ты можешь снять самые лучшие хоромы. Просто самые роскошные, блядь, какие-то шикарные, блядь, апартаменты, хуэменты, блядь. Все что угодно в Калининграде. Там ты, ну, такую хоромку такую, такую, залупинку за 1000 долларов, в принципе, пропускаю. Можно там снять что-то такое, двушечку какую-то такую, с горем пополамышную. Ну, как у Моисея такая же будет, в принципе, средненькая такая. Средне неплохая. Такой современный ремонт, да, нормально. У-у-у, блядь. Жилье, жилье будет. А еще потом ты на бабу посмотрел, и тебя в тюрьму посадили. Снимать, да, даже возьми прям с женой, да, допустим, она тоже работает. И тоже столько же получает, да, ну, для ровности. Ну, вот тоже, того 50, того 50 мы получаем. Ну что, да, вот это еще более миг. Хуя у вас, блядь, жена, блядь, муж по 25. Ну, долбоебы вы что, по 25 получаете. Вот мы, допустим, не по 25 с Юлей получаем, и все, хуя. Как-то, да, можно, наверное, что-то. А если один, то комнату ты как будешь снимать? Ну, тебе на комнату, ну, хватит тебе на комнату. А на остальное тебе хватит, да? Да. Ну, выжить, да. Выжить хватит. На что тебе еще-то хватит там? Выжить. Остаток, вот. 10 тысяч у тебя осталось. Ну, комната сколько там? 1015, грубо говоря. Нет, это квартира. Хотя где, если в Питере? Ну, в Питере и зарплаты побольше. В Питере, блядь, ну. Ну, если ты, блядь, просто конч, как Маклауд. Да, у тебя будет зарплата 20. Ну, блядь. Ну, 30-40, я думаю, можно в Питере зарабатывать. Даже студенту какому-нибудь санному. Блядь, я не знаю. Хотя бы не охранником устроиться, блядь. Продавцом, я не знаю, обуви. Просто если у тебя, ну, лицо на жопу не похоже, грубо говоря, блядь, я не знаю. Я думаю, тебя уже там возьмут, ну. Блядь, что угодно. Так, ладно. Может, чуть поменьше, не знаю. И не только лицо на жопу, а еще и трудоспособность должна быть. То есть, трудолюбивость. Вот. И что там, на десятку-то как? Посчитай давай. Как? Хуёво, блядь, хуёво. 300 рублей в день. Вот так вот. С горем пополам. Ну, сделай расчет. Только не то, что там вот одним хлебом заталился, да? Есть еще один момент, что в Америке... Попробуй пораспиздяйничай. Прикинься, дауном, блядь, там, пока работаешь грузчиком. Тебе, блядь, таких пиздов выдадут. И штрафов, и хуяфов. И просто, блядь, нахую тебя провернут. Что ты охуеешь, блядь, от счастья. А в России, блядь, куча есть работ, где просто, блядь, сиди, перди, распиздяйничай. Всем похуй вообще на тебя, блядь. Не то, что одним хлебом... Еще и получаешь хорошее бабло. Будешь сжигать, да? Вот один хлеб. Ну, это бред. Короче, блядь, проблемы бедных. Типа, бедные жалуются, что в России им хуже, чем в Америке. Мне что, бедные, блядь? Мне какая разница? Что грузчику там хорошо. Да пошел он нахуй, этот грузчик. Блядь. Не, ну, по такой логике... Причем, они живут еще... Еще раз, они живут в каком-то... Я считаю, что в России хорошо будет вот именно... Чтоб еще лучше стало, нужно, чтобы грузчикам еще хуже жилось. Они, может быть, тогда, блядь, ну, думать начнут, наконец. То есть, вот если Маклауду будет прям очень плохо, он как бы попадет просто в полную отвратительную жопу. Может быть, хоть тогда он, блядь, проснется, зашевелится, начнет работать, и, блядь, наконец-то, вот тогда-то вот, когда он начнет работать и пользу приносить, тогда страна с коленой поднимется. Если, блядь, все распиздяются, просто, ну, хоть чуть-чуть больше, блядь, делать что-то будут. Ну, Флорида хуёрит. То есть, смотри, чувак, если ты живешь в каком-нибудь... И думать еще, не только делать, но и думать, блядь. И не охуй знает о чем, а, блядь, о том, что надо быть в какой-нибудь станице сраной. Я тебе тоже могу сказать, что вот там вот мы, допустим, были с кровавым рифом в станице. Так, блин, а... Стица... Как же она, блядь, называлась-то, ебать ее в рот. Где, где? Какой-нибудь Тимрюк, там, что-нибудь такое, да, допустим? Тимрюк какой-нибудь. Это что такое? Ну, пожалуйста, вот, ты там можешь, соответственно, наверняка там можно устроиться в Тимрюке грузчиком, то есть, вполне... Так, блин, зачем? Там тоже самое говно, ну, там тоже самое говно. Блин, ой, ё-моё... Нет, там климат, как тебе нравится, пожалуйста, устраивайся на здоровье. Ну да, я не спорю, что в каком-нибудь Бабуево и Задричинске, да, в каком-нибудь Задричинске, может быть, жилье стоит дешевле, да? Да. Ну, просто Майами это и есть Задричинск, если ты не заметил. В Майами 400 тысяч человек населения. Если ты вдруг не проверял внезапно. То есть, Майами это Сочи. Это там, блядь, ну, по размеру, по количеству жителей Майами. Вот, это... Блядь, хуй знает. Там, Смоленск, наверное, какой-нибудь. Я просто не знаю, где сколько людей, честно. Мне всегда было абсолютно поебать. В каком городе, блядь, в какой стране. Мне похуй. Вот мне, блядь, литовцы обиделись. Я думал, что у них, что... Я перепутал. Типа, в Эстонии миллион, а в Литве три миллиона. Блядь, господи, вы не представляете, как мне поебать. Я знаю, я даже в Москве не уверен, сколько людей. Я знаю, что много миллионов. И в Питере миллионов пять, в Москве миллионов, блядь, двенадцать. И все. Вот это я об этом знаю. Может быть и двадцать. Не ебу, блядь. Знаешь, что дохуя. Знаешь, что там... Там-то примерно миллион. Там-то, блядь, примерно четыреста тысяч. Там-то, блядь, то-то, нахуй. И тогда... Просто, ну, типа, ладно, что дальше? Так оно... Это зависит от местоположения. Ты не думал об этом, а? Не приходила такая мысль в голову, ну? Что? Что? Одно дело, мы в США, а другое дело, мы в Россиянии, да? Где помойки, вот этот мусор, свиньи, да? Вот это все, да? Там то же самое. Просто, блядь, еще раз. Если ты живешь в бомжатских штатах, то есть, ну, это я так то же самое тебе могу сказать. Смотри. Есть же такой прикол, типа, что показывают картинки, типа, вот она, блядь, великая и прекрасная Америка, и как там все красиво, чисто и здорово, а вот убогая, обоссанная Россия. А я тебе то же самое могу показать. То есть, допустим, красота России я могу вбить в Яндексе. То есть, чтобы ты понимал, просто это зависит от тебя, от того, кто ты, как ты работаешь и так далее. То есть, вот она, допустим, великая, прекрасная, чудесная Россия с ее уникальной природой, великолепной архитектурой, чистый свежий воздух, свобода, счастье, радость и прочее говно. А вот, бля, убогая, нелепая пиндосия, нахуй, с их обоссанной, блядь, помойкой вдоль дороги, нахуй, с вонючими бомжами, с негрилами, блядь, которые ссут везде, срут, курят тебе в лицо, блядь, рыгают там, воняют просто, клянчит бабло. То есть, срут прям вот там, вот так, просто, вот тебе, пожалуйста. Ну, вот Америка. Я в России такого нигде не видел. Вот такого именно, что в центре города. Вообще никогда не видел. Вот такое. Это ебать. Это чё, блядь? Я такого никогда не видел. Ну, просто, если ты переедешь в Америку, ты, скорее всего, будешь, к сожалению, жить вот так. И, типа, ты говоришь свиньи. А где ты видел, можно вот поинтересоваться, именно вот в таком масштабе? Ты где-то видел в России? Вот так, чтобы в городе такое было. То есть, в ёбаных каких-то захолустьях, которых, ну, никто не убирает, потому что, да, всем похуй, нахуй оно кому там надо, блядь, убирать. Ну, кроме активистов ебаных. Там, ну, блядь, один ёбаный бычок вот здесь валяется. Какая-нибудь фольга сраная на дерево натянута. Ну, окей. А где ты вот такое, допустим, видел? Вот это, блядь, чё это? Это я не знаю. Нет, тут Испания написана. Это, блядь, ну... То есть... И... Ещё раз. Бомжатники, они в любой стране бомжатники. То есть, есть бомжатские районы, есть бомжатские устои, то есть, вот есть бомжи, да, грубо говоря, и около бомжи. Бомжи и около бомжи живут как хуесосы хуёвые, всегда и везде. Соответственно, не бомжи и около не бомжи, то есть те, кто не стремится как бы к этому, да? Ну, я не знаю, просто вот, блядь, жильё... Калининград. Давай вобьём, пожалуйста. Ты так дрочишь на него. Давай Калининград. Жильё в Калининграде. Причём я вбил... Вот, пожалуйста, вот. Вот это я понимаю. Вот так живут люди в Калининграде. Вот, хорошо. Вот так живут. Да, вот так. Как в Европе, как Варламов завещал. Малоэтажный постройок. Вот, прям дворец настоящий. Вот так живут люди в Калининграде. Вот так живут. Вот так. Да, вот так. Вот это Калининград. Вот это Россия, да. Вот так живут. Вот так, вот так, вот так. Вот так тоже. Вот так живут, да. Вот так. Вот так можно. Вот так. Ну, грузчики там не живут, конечно. Но грузчики, как бы, блядь... Они и в Америке так не живут. Вот живут, да, тоже, пожалуйста. Причём, бля, полно таких квартир. То есть их кто-то покупает, они нужны кому-то, их кто-то снимает. То есть есть работа у людей, есть там всё, вот, пожалуйста. Ну вот тоже там домик такой, обычный, более-менее. Нормально. Эй, бля. Ну-ка, а Майами даже ради интереса. О, ну тут прям тоже прям суперэлитный апартамент. Ну не-не-не, мы сейчас худшие. Сейчас мы затроллим Маклауда. Блин. Ну прям самое-самое худшее, короче. Какой-нибудь, короче, плохой район Майами. То есть я специально буду сравнивать с говном. Блин, сука ты, бля, ебучая, Яндекс. Да я не верю, что в Майами нет хуёвых районов. Ну гетто, блядь, я не знаю, что угодно. Ну не пиздить, блядь, ой, не пиздите, что в Майами нет плохих районов. Не верю я в такую хуйню. Ну, блядь, хорошо. Ну хотя бы, вот. Ну вот, то есть, Маклауд, ты будешь жить вот так, наверное, вот в этом районе. Ну это чё, блядь, ну. Ну да, может, да. Ну чё, Сочи и Сочи, по сути дела. Во-во-во-во-во-во. Вот это я понимаю. Майами хуц 305, блядь. Вот чё это такое. Вот, вот это, да. Вот. Вот это. Вот, пожалуйста. Вот так. Вот. Вот. Вот это нормально, блядь. Вот так, пожалуйста. Да, вот это. Или, ну, это как вот в Сан-Андрес, где вот этот негр изначально появляется, и вот там погуляй. Вот прям в Сан-Андресе погуляй. Это же, в принципе, он по мотивам Лос-Анджелеса сделан. Вот это, блядь. Вот так там люди живут. Именно бомжатские люди. То есть, нижний слой. Вот как он. Вот так там люди живут. Чё это такое? Вот. Майами хуц. Вот. Вот. Вот это правда, да. Вот в это я верю. Да, вот. Пожалуйста. Вот трёхэтажная вот эта вот хуйня. Блядь, Декстер как жил. Вот так у них. Трёхэтажные такие дома. И такие вот, блядь, лесенки. Вот это прям типичная картина. Любой сериал вспомнить. Где вот это вот? Трёхэтажки с лестницами. Вот. Как такой, как отель, типа. Апарт-отель вот такая вот хуйня. А у них там вот, да, вот так живут. Да, 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 да. Вот вам Майами. Вот это, блядь, пожалуйста. Да, вот грузчики там, наверное, работают. Живут. Вот грузчики, да. Вот тоже, да. Вот это тоже. Вот так, да. Ну вот, как-то так. Дальше. Грязь. А пиздоболов блогеров, который, блядь, тебе рассказывает, будто бы, нахуй, он с трёх, с тридцати тысяч долларов платит триста долларов налогов. Никогда, блядь, такому пиздоболу я не поверю, блядь, ни в одно, ни единое слово, нахуй. Кругом, ну. Вот, там реально, вот это свинарник, то есть в России никогда нигде я такого не видел, я, блядь, как бы, ну, я выезжал за всю жизнь в три страны. Украина, Латвия и Болгария. Вот. И я, то есть, Латвия и Болгария за одно лето в лагере детский был и в Украину, ну, ездил, и всё. То есть я всю жизнь в России. Я был в разных городах. Ну, Россия, типа, мусор, я не знаю, вот даже мне интересно. То есть мусор, он у нас какой-нибудь в деревне вёбаной, да, может быть, где никто не убирает, не делает, но в городе, чтобы вот так было, такого не бывает. Об этом тоже посмотрим, да, посмотрим там, как там. Ну, то есть, или в очень хуёвом городе, в очень прям, ну, короче, блядь, бывает, но даже не так, мне кажется. Хотя, ну, вот, да, вот, есть какая-то вот параша тут видно, да. Но она всё равно поменьше, конечно. У нас как-то, мне кажется, параша-то получше. Ленинграде, так. Это мы скоро посмотрим в следующем видео. Может быть, что там есть какая-нибудь такая работа. Всё, снимать там жильё, скорее всего. Так зачем? А может быть, на болотах каких-то? Там вообще чуть ли не бесплатно. Ну, а на самом деле, шо-то хуйня, шо-это хуйня. Просто у них такое же говно, как у нас, на самом деле. Вот изначально моя мысль. Типа, у них не хуже и не лучше. Ну, то есть, в чём-то хуже, в чём-то лучше. Бесплатно. Так, только зачем туда ехать? Там два покосившихся сарая, я не понимаю. Ну, там, может быть, ещё дешевле. Ну, зачем? Где, где ещё раз? Темрюк ешь, что ли, блядь? Или где ты? Я просто уже забыл, что ты сказал. Ну, я охуел. Вот прекрасное жильё есть. Ну-ка, Темрюк. Темрюк. Жильё. Ну, это такое, это как вот там Азовское море недалеко. Ну, бля, вот недвижимость лучше вбивать. Потому что здесь он прям жильё, он какую-то хуйню выдаёт. Ну, а чё, ну, домики такие. То есть, 40 тысяч человек населения. Вот, пожалуйста, вот так вот можно жить в России, да. Причём, я думаю, там это вряд ли очень дорого стоит. Пожалуйста. Просто вопрос там, ну, как бы, где это находится? Дальше. Туда ехать? Так, я его знаю. Получать удовольствие на болотах, что ли? Ну, там не болото, но... Может, там вообще ещё дешевле. Чуть ли не бесплатно отдают, но... Только бы заселился кто. Есть такое, да, кстати, бывает. Я не знаю, там, в Тимрюк, в Тимрюк. Ну, там море рядом, не, наверное, не канает. Ну, какое-нибудь, допустим, я не знаю. Хотя, да. А чё, там тропики? Я не знаю. Ну, в Сочи тропики, точно. В Тимрюке я просто не знаю. Тимрюк, климат. Ну, в Сочи там субтропик. Тимрюк около, южнее и так далее. Субтропик, да. Тимрюк субтропик. Блядь, сука. Субтропик там, да. Вот. Ну-ка, тропический климат. Но он есть. По-моему, в России даже тропики есть где-то. Или нет, всё-таки не доходит. А субтропический? Угу. Сейчас, секундочку. Сочи. Просто там поймы точно есть. Город России, бла-бла-бла, Черное море. Крупнейший город Черноморское побережье. Летняя столица. Климат. Горы-хуёры. Есть статья, должна быть, про климат Сочи. Влажные субтропики. Всё-таки. Ага. Так. Ну, получается, вот. Средняя температура. Вот. Даже. Ну, короче. Ноль это редкость в Сочи. То есть, ноль это редкость. Майами. На помощь, митухи! Спасибо огромное за донат в машине гитарной. На помощь! Советую при просмотре, при открытии окна и сделать сквознячок. Можно ещё увлажнитель поближе поставить. Я так делал. Был 4D-эффект погружения. Не, в Майами жарко очень, да. Это с двоеточие слеж 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 яуту точка бы слеж к x5 f4 с... Да, спасибо большое за донат в гитарной машине. Да, в Майами пиздец. То есть, там... Ну, там иногда, очень редко, но тоже бывает ноль и ниже нуля. Но это просто абсолютный минимум. То есть, как в Сочи, абсолютный минимум... Ну, в Сочи, да, абсолютный минимум минус 13, в Майами он минус 2. Это абсолютный минимум. Даже минус 3. Всё-таки. А в Сочи минус... Минус 13,5. Так, ну, да, там получается стабильная такая погода. То есть, стабильная жара. В принципе, круглый год. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето. Круглый год. Ну, тогда, да, тебе, если по климату не подходит Россия. Ну, не живи в России. Что поделать? Что поделать, Маклауд? Едь, работай в Америку. Просто... Ну, к сожалению, выбора нет. Просто придётся тебе в Америку переезжать. Увы. В Флорида. Я не знаю, опять же, где они живут. Чёрт их знает. Ну, думаю, да. Ты можешь получать зарплату. Можно в Индии. 20 тысяч. Работая грузчиком. Снимать в месяц жильё за, там, ну, как раз тоже 6 тысяч. И уже это будет не как в Москве. Колько мест, а именно, ну, прям, да, какую-нибудь квартиру. Ты же... Ты думаешь, или так и есть, ну... Я ещё думаю, я не знаю. Честно говоря, олень самому проверяет. Вот ты посмотри там, если несложно, а? Ну, я смотрю. Ты думаешь, или... И там вообще как? То же самое грязь, вот. Я посмотрел там в Уфе. Ну, пиздец какой-то. Уфа, вот, казалось бы, ну... Не, а вот в Тюмрюке недёшево, да. То есть, как в Калининграде. То есть, при том, что он гораздо меньше, но, блядь, море. Ну, там пиздец просто. Ну, там грязь, говнища на дорогах. Там даже не пройти. Ну, я знаю, там танк нужен. Танк, вот, танк. Где он ещё раз посмотрел? В Уфе? И там вообще как? То же самое грязь, вот. Ну, вот я только что в США посмотрел. Там тоже грязь, мусор. Там танк нужен, чтобы пройти. Там не пролезть, не проехать. Я посмотрел там в Уфе. Ну, пиздец какой-то. Уфа, вот, казалось бы. Ну, там пиздец просто. Ну, там грязь, говнища на дорогах. Трапики, трапики. Нет, трапики как раз в Майами, да. Наверное, в Америке. Трапики должны быть. Там даже не пройти, ну, я знаю, там, танк нужен. Танк, вот, танк, бульдозер. Реально, на бульдозере только гонять. На танке, вот, нормально, я думаю. Вот, это он как раз про Америку говорит, да? Вот мы ещё смотрели мусорные горы в Америке, в городах. Пройти, просто там негде ходить. 6, да, отлично. И 14 тысячи на креветки тебе тоже хватит, деньжат. То есть, у тебя будет 500, получается, рублей. Ебать, там киевси даже есть. Нихуя себе вообще. Вот это тимрюк, ебать. А сколько там вообще населения-то, блядь? Чтоб там киевси был. 40 тысяч человек, охуеть. 40 тысяч, там уже, блядь, есть киевси. Нихуя себе. Это прикольно, блядь. Главное, что киевси есть, да? Главное, что киевси есть. Вот что человеку-то надо от жизни. Киевси. Ну, вообще, да. Здорово, здорово. Ну, всё, вот, переезжай. Ты же хотел пальмы, море, там, ну, переезжай, не знаю, куда-нибудь, ну. Ну, да, чистота, чтобы, да. Чистенько, аккуратно. А, блядь, чистенько, аккуратно. А тогда, блядь, извини, тогда грузчиком нельзя работать. Всё нормально, адекватно было. А не грязь, говнище и срань. И помойки. А ты, блядь, зарабатывай нормально, тогда и будет у тебя чистенько и аккуратно. Какие есть, не знаю, там. Недалёкие от моря какие-нибудь, допустим. У меня, где я живу, чистенько, аккуратно, всё нормально. От сочей, там, каких-нибудь. Ну, блядь, там везде дорого всё равно. То есть, там такого нет, я думаю, где вот можно прям дёшево жить, где нет туристов. Если у нас всё-таки это на вес золотом. Ну, просто можешь прям, вот, я не знаю, даже вбить просто в поиски. Работа, грузчик, в Сочи, там, и так далее. Сколько там стоит при этом жильё какое-нибудь снять? Самое засанное. Да даже не засанное. Ну, то есть, даже вот такое прилично. То есть, как-то можно. А даже если и нельзя. Нет, ты лучше сам это сделай. А то, может, я не на том сайте буду смотреть, знаешь ли. Ты лучше сам попробуй проверить это. Ну, вдруг у тебя получится. Я тебе подсказал, ЦИАН. А то потом скажешь, что я не там посмотрел, не на том. ЦИАН, ЦИАН. То есть, если жильё в России смотреть, есть сайт ЦИАН. Там точные показатели. В сайте, там, сделал как-то опять через жопу. Ну, ты сам проверь. Ну, пожалуйста, будь любезен. Если в Америке всё прям гораздо лучше. Ну, если мне доплатят, то и чё? Ты, блядь, не в Америке. Просто, ну... Ну да, я в Госсиянии, как бы. Блядь, вот за 200 рублей сейчас смотрим, сука, час сорок уже. Ебать, хуёво, ребят. Допустим, да. И чё? И чё, чё? Нужно чё-то менять как-то тут. Переезжай. Я не знаю. А, ну, чтобы менять тут, надо работать, блядь. Не грузчиком. Ты думаешь, если ты будешь грузчиком работать и ныть, тебе будут больше платить зарплату? Оно так не работает. Просто ты, наверное, экономику не знаешь, если ты думаешь, что от того... Ну, то есть смотри, предположим, что есть страна, в которой просто, не знаю, не хватает, вот, категорическая нехватка программистов. Вот нужны программисты. Программистам можно платить 200 тысяч, потому что, блядь, нужны, пиздец. И, блядь, и в стране, допустим, 150 миллионов человек. И из них, сука, 149 миллионов грузчики, блядь. А грузчиков нужно 1 миллион на всю страну. Вот, и, блядь, и всё. И грузчиков, вот, ну, их хуй ва гора. И они, блядь, готовы работать за 10 тысяч из них. То есть из них нашёлся миллион тех, кто готов за 10 работать. Остальные 148 миллионов могут хоть изныться, хоть испротестоваться, хоть жопу на уши натянуть, хоть 100 видео на YouTube каждый снимет. Нельзя, блядь, им платить больше. Они не нужны, блядь, нахуй. Просто на них, вот, нет, не, блядь, нужны программисты, блядь. Нужны стримеры, вот, епта. Стримеров не хватает. Говорят, в заводу стоят одни стримеры в стране. Да, блядь, где, нахуй, чё смотреть? Мне смотреть нечего. Заводы, блядь, стоят. А заводы, потому что, блядь, говно всякое делали, потому они и стоят в итоге. А тогда, наверное. Где, блядь, вот вы мне лучше покажите, где тот завод, допустим, который охуенные машины, блядь, делал, и вот чтобы он стоял теперь, блядь. Типа, блядь, такого ни одного, блядь, нет на весь бывший союз. Ну да, не знаю, хорошо, да. Есть те, которые теперь уже делают, блядь, неплохие автомобили. Неплохие, я ещё не уверен, если среди них прям хорошие. Как бы, блядь, говнофабрик? Ну, извинить, конечно, блядь. Товарищи, там, Ленин и Сталин провели индустриализацию, молодцы. Вот, понастроили фабрик, который производит говнище, блядь, сраное, и, соответственно, и теперь, видите ли, они нахуй не нужны, их закрыли, блядь, ну да. В Америке охуенно, да, там просто там за работу грузчика платят, блядь, миллион долларов, и ещё... Ну, блядь, это бред. Бред, никто не говорил, что там платят миллион долларов за работу грузчиком, это бред. Два миллиона остаётся. Ну, или хорошо, платят три тысячи долларов, всё, прекрасно можно жить. Отлично, охуенно, прекрасно мой. В России нельзя, ну, нельзя, да. Нельзя, да. Просто, ну, к чему ты это? Чё ты пытаешься доказать? Ну, нельзя, хорошо, нельзя, и чё? Ну, Путин плохой, да, ну, хорошо. Дальше что? Да, страна, говно, кругом пидораса. Ты один из них. Вот, ну ладно. Причём я бы даже сказал, ты главный. Короче, ставь тумочки вверх, подписывайся на канал, здесь была только истина, как всегда. Блядь, почему у меня всё время как будто один глаз, блядь, смотрит в другую сторону, вот, блядь, когда я вот так смотрю на себя сюда, и, блядь, хуй знает. Типа, ракурс, блядь, такой ебаный, я вот пытаюсь всё видео, пытаюсь понять, в чём прикол. Или у меня уже, блядь, косоглазие, нахуй, от этого Маклауда началось, блядь. Так. И, да, в следующем видео я посмотрю, как там живётся в Калининграде, Кёнигсбек. Вот. Посмотрим. Ну, как-то так. Ну, хуй с ним. Пусть будет пока чирик, наверное, за минуту. Хотя, блядь, за 200 рублей столько времени, блядь, потратили на эту хуйню. Ну, с другой стороны, глубокой ночью. Ну, ладно, блядь, короче, если я передумаю, я что-то сниму. Ладно, в принципе, пока так можно поглядеть. Ну, ребят, я не знаю, блядь, если кроме, вот, кроме донатера, если кто-то другой, может быть, бы начал поддерживать. Давайте, вот, социализм, ребят, чтобы справедливость. Все же смотрят по Маклауду. Давайте все скинемся. Всем, причем, не, можно же не по 10 за минуту скидываться, а сколько надо? Вот по 2 рубля можно. За минуту, за каждую, если. 20 на 2, сколько будет там? Я уже не знаю, 40 рублей. Ну, давайте по, по полтосику. А? Фонд Маклауд. А? 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 Ну, нет, ребята, оно так не работает никогда. Всегда, как говорится, есть Атлант, в данном случае, это у нас бич из США. И он, как говорится, вот свои плечи не расплавил, он не расправил, он на своих плечах держит наш с вами, наш с вами контент Маклаудовский. А остальные, вот, как я и описал, оно вот ровно по этому, блядь. Вот. Потому что, блядь, потому что остальные просто смотрят. Ну, спасибо, ребят, что просто досмотрели, это тоже, знаете, как бы я так выебываюсь, блядь. Ну, просто к слову, хотел спиздануть. На самом деле, блядь, есть еще более хуесосы, которые, блядь, смотрят только, типа, самые там какие-то глоровские топовые видосы, предположим, да? Ну, вы поняли, короче. Вот. А, допустим, просто зайти, так посидеть с масякой, поддержать его, великое дело. На стрим, вот, мне этого не делают, и я такой, блядь, суки, блядь. Ладно, чё, видос заканчиваем, стрим продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok,